На строевом плацу Саровской дивизии стоит скорая помощь и машины ГИБДД. В роли погибших и пострадавших манекены вместо крови – алая гуашь. Эта учебная площадка по соблюдению правил дорожного движения наглядно демонстрирует, что будет, если превысить скорость. Как отметил командир дивизии, за первые полугодия во всех воинских частях Росгвардии было травмировано большое количество военнослужащих. Есть и погибшие. Основную часть смертей по войскам страны составляют ДТП на личном транспорте. Учебное полугодие в Росгвардии по традиции начинается с комплексных занятий по требованиям безопасности. Главная цель таких занятий – снизить травматизм и гибель сотрудников Росгвардии. Для этого на территории Саровской дивизии оборудуются несколько тематических площадок, руководители которых рассказывают и внаслужащим о мерах безопасности на боевой службе и на отдыхе. Всего будет развернуто шесть учебных точек по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности и в быту, по выполнению требований безопасности на боевой службе, по выполнению хозяйственных работ. Какими инструментами можно проводить ремонтные работы, как вести себя в лесу и на речке, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. На боевой службе и занятиях военнослужащие также должны знать и строго соблюдать требования безопасности. Оказание первой медицинской помощи, обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами. На учебных местах военнослужащим показывают, как нужно вести себя в той или иной ситуации, чтобы снизить риск травматизма. В этом году примечательна шестая учебная точка – это выполнение требуемой безопасности такими специалистами, как кинологи, повара, техники, специалисты ТСО. На данной учебной точке специалисты будут заниматься уже по своему направлению деятельности. Занятия по требованиям безопасности проводятся в течение четырех дней и охватывают военнослужащих всех категорий.